Здравствуйте, уважаемые подписчики! Рад приветствовать вас на канале Волоха. Сегодня мы будем готовить уху из судака. Для этого нам понадобится свежепойманный судак, лук, морковь, стебель сельдерея, картошка и специи. Черный перец горошком, лавровый лист, соль, водка и зеленый укроп и зеленый лук. Все, приступим к готовке. Сейчас мы разделаем судака и поставим варить бульон. Судака желательно брать в зависимости от размера вашей посуды и количества гостей в компании. Но вот мы на сегодня взяли 6-литровый котелок и у нас 3-х килограммовый судак. Мы его будем разделывать не чешую. Шкуры, хребет и голова у нас пойдут в бульон для навара. Часть филе мы возьмем потом уже для ухи. Сделаем надрез у головы. Отделяем филе от хребта вдоль спины. Начинаем спускаться к животу. У нас получилась вот такая половинка судака на шкуре. Сейчас мы снимем филе со шкуры. Шкура у нас пойдет в бульон. А судака мы потом будем варить уже в процеженном бульоне. Вот у нас чистая часть филе. Шкуру не чистим потому, что в чешуе очень много коллагена и бульон будет наваристый, как холодец. На утро он у вас застынет. Ложим его в казанок наш. С обратной стороны повторяем процедуру. Делаем надрез у головы. И от головы вдоль хребта идем к хвосту. Доходим до второго плавника, протыкаем насквозь судака вдоль хребта и ведем нож к хвосту. Отрезаем шкуру. Вот у нас получилась вторая половина. Сейчас ее отделяем от шкуры и займемся хребтом. Также подробно, как раздел судака, вы можете посмотреть в моих роликах. Судак под сливочно-овощным соусом и судак, запеченный с овощами в бумажных конвертах. Для разделки главное, чтобы был острый нож и немного навыков. Шкуру отправляем в казан. Вот эта часть, голова и хребет, мы сейчас удалим в кишечник, порубим и отправим в казан. Так как судак у нас большой, заберем у него печень. Печень нам понадобится в конце варки, добавим ее в уху. Ну, она дает такой нежный аромат. Ухо становится вкуснее. Аккуратно отделяем желчь с кишками и выбрасываем в мусор. Вот такая у нас получилась печень. Кложим ее сюда. Остальное все у нас пойдет в уху. И хребет, голова, хвост. Сейчас мы нарубим. Аккуратненько. Маленьким ножичком. Добавим в наш бульон морковь, небольшую, для навара. Произвольно ее разрежем на некрупные кусочки. Добавим стебель сельдерея. Он нам понадобится только для аромата бульона. Потом мы все будем процеживать. И добавим 3 луковицы. Пищеные. Также можно сюда добавить стебель укропа. Так, как нам понадобится для украшения впоследствии только веточки. Теперь зальем бульон водой. Бульон солить не надо, так как он в процессе варки будет испаряться. И вы не угадаете по соли. Солить мы будем потом, когда уже будем варить картофель и рыбу. Разжигаем огонь. Доведем сейчас наш бульон до кипения. Потом он будет у нас вариться в течение часа на медленном огне. А пока будет вариться бульон, мы займемся рыбой, филе, луком и картошкой. Пока мы нарезаем овощи, поговорим откуда и почему появилась уха. История, наверное, даже не знает, когда впервые Гомо Сапиенс додумался поймать рыбу и сварить ее в очаге. И рыбу готовят во многих странах мира. Это как бы неотъемлемая часть питания человечества. И уха исконно на Руси, это считалось наваристый рыбный бульон и отваренная рыба. И специи минимально там могли положить соль. Ну, может быть, еще лук. Впоследствии, когда уже Колумб привез в Европу картофель, начали добавлять картошку в уху. Кто-то добавляет крупы. В скандинавских странах добавляют томаты, корнеплоды, сливки. Вариаций ухи очень много. Я готовил уху по-разному за много лет. Но в последнее время пришел к выводу, что не важно, сколько рыбы ты переваришь там, важно, как ты ее переваришь. Если даже в этом объеме воды, я бы сварил сейчас два ведра рыбы, там, лещей, бульон по насыщенности получился бы точно такой же, как и вот с одного судака со шкурой из хребта. Лук нарезаем мелким кубиком. Понадобятся нам уху две луковицы средние. Я не буду утверждать, что мой рецепт ухи самый правильный, но то, что он вкусный, я это вам точно гарантирую. Сколько рыбаков, столько и мнений. Каждый варит по-своему. Наш рецепт это что-то среднее, между традиционной, простой, обычной бурлатской ухой наваристой. Здесь у нас простые ингредиенты. Единственное, что мы в бульон еще добавили сельдерея и морковь. А так за рамки обычных ингредиентов мы не вышли. Дорогие друзья, наш бульон проварился час. Тем временем, пока варился бульон, мы мелким кубиком порезали лук, некрупно кубиком порезали картофель, нашинковали укроп, зеленый лук, порезали вот такими кусочками филе судака, так, чтобы помещалось в ложку. И мелко изрубили с удачью печень. Сейчас мы процедим бульон и уже сварим в нем остальные ингредиенты. Рыба вся разварилась, появился хороший жирок сверху. На утро обычно этот бульон превращается в желе. Но до утра он, конечно, редко доживает, потому что он быстро съедается. Остальное мы процедим через сито. Желательно будете варить. Надо иметь вот такую сетку, чтобы не мучиться. Сейчас сполоснем наш казан, поставим в нем по-новому бульон. Мы помыли наш казан, ставим его на огонь, выливаем в него процеженный бульон, закладываем лук. И сразу закладываем картофель. Лука мы брали две средние луковицы, картофеля у нас шесть небольших картофель. Три лавровых листика. Вот теперь вот солим бульон. Так как у нас бульон упарился, если бы мы его сразу посолили, он бы у нас мог быть пересолен. Пока дадим полторы столовые ложки. Дальше попробуем. Перец горошком. Ну, штук десять. Чисто для аромата. Теперь ждем, когда у нас закипит бульон и будем варить до готовности картофеля. Потом будем закладывать рыбу. Наш бульон с картошкой проварился 10 минут. Картошка наша готова. Закладываем следующие ингредиенты. Сначала закладываем толченую печень, выливаем водку и закладываем рыбу. И варим 10 минут. Так как рыба у нас порезана небольшими кусочками, она сварится у нас быстро. Ее нежелательно переваривать, чтобы она разваливалась. У судака мясо нежное, оно варится 10 минут достаточно. По соли мы попробовали, больше добавлять не будем, полторы ложечки нам хватило. Но вы ложите по вкусу, как любите. Все, добавляем огонь, чтобы закипело. 10 минут до готовности. И в конце положим зелень за минуту. Друзья, с момента закладки рыбы у нас прошло 10 минут. Это 5 минут она кипела и 5 минут где-то закипала. Сейчас мы высыпаем зелень, лук и укроп. Аромат. Идемте пробовать, друзья. Оденем наши перчаточки. Берем наш казаночек и идем к столу. Дорогие друзья, наше ухо готово, настоялось. Давайте пробовать. Перчика надо добавить. Уха у меня, как всегда, удается на славу. Попробуйте, друзья, этот рецепт и убедитесь в этом сами, что это действительно вкусно. Нравится мне моя работа. Ну, какая уха на природе в таких условиях и без стопочки. Извините, друзья. Ваше здоровье. Дорогие друзья, пришла пора прощаться. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Ставьте лайки, делитесь с друзьями, готовьте вместе со мной, радуйте близких и друзей. Всего доброго, до скорых встреч.